Женщина погибла в Грязовецком районе. Авария произошла в субботу днем на 14-м километре автодороги Илейкино-Шуйское. По информации пресс-службы ОМВД по Вологодской области, 36-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2114, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком МАЗ. От полученных травм водитель легковушки скончалась на месте происшествия. В машине женщина везла двоих детей 11 и 14 лет. Они получили различные травмы. Оба ребенка доставлены в детскую областную больницу. Днем в субботу в Вологде в результате аварии пострадал ребенок. ДТП произошло на перекрестке улиц Мальцево-Октябрьская. По предварительной информации, 64-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2107, при совершении поворота не предоставила преимущества в движении автомашины Деонексия под управлением 41-летнего мужчины. Автомобили столкнулись. В результате ДТП пострадал 8-летний ребенок. Мальчик сидел на заднем сидении иномарки и был пристегнут ремнем безопасности со специальным адаптером. Врачи диагностировали у школьника ушибы. Вечером в субботу в Вологде водитель с признаками алкогольного опьянения устроил ДТП. Авария произошла в 21.30 на перекрестке улиц Ленинградская Кирова. По предварительной информации, 25-летний молодой человек на автомобиле «Опель» микроавтобус при совершении поворота с улицы Кирова на Ленинградскую не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112 под управлением 25-летнего волокжанина, который съезжал с моста. От удара отечественное авто развернуло и отбросило на тротуар. В результате столкновения никто не пострадал. В воскресенье утром машина улетела в кювет на трассе Череповец-Сергиев-Посад. Авария произошла около 10 часов утра. Предварительно причиной происшествия стали неблагоприятные погодные условия. По информации ГИБДД Череповца, 50-летняя женщина-водитель на автомобиле «Шевроле-Авео» двигалась в сторону Череповца. Автолюбительница не справилась с управлением на скользкой дороге. Машина опрокинулась в кювет и перевернулась. В аварии никто не пострадал. Обстановка на загородных автодорогах достаточно сложная. На проезжей части образуется местами гололедица. Поэтому водителям необходимо соблюдать именно такой скоростной режим, который будет наиболее безопасен для движения по загородной автодороге. Еще одна авария произошла в воскресенье в 21.20 на перекрестке улиц Приминина и Пашихонского шоссе Вологде. По информации пресс-службы УМВД по Вологодской области столкнулись два автомобиля «Деонексия» под управлением 44-летнего мужчины и «Опель Астра», которым управляла 28-летняя девушка. В результате аварии пострадали три человека. Водитель «Опель» получил сотрясение головного мозга. Также пострадали водитель и два пассажира «Нексия». У водителя перелом грудной клетки. У 15-летнего мальчика сотрясение головного мозга – ушиб грудной клетки. Еще один пострадавший – 14-летний подросток. У мальчика сотрясение головного мозга. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Ольга Соловьева, Татьяна Кудрявцева. Новости.